Всем здравствуйте! Я снова рада приветствовать вас на своей кухне. Раз я на кухне буду готовить, раз я с вами будет история. А давайте сегодня договоримся так. Когда бы вы не смотрели это видео, остановитесь на этом моменте и напишите в комментариях, что вы сегодня кушали на завтрак. Только честно. А потом вернитесь ко мне и просмотрите это видео до конца, в котором я постараюсь рассказать вам, что кушают на завтрак британцы. Тем более, что такой запрос от вас ко мне поступил уже давно, а я только собралась и решила вам об этом рассказать. Что кушает на завтрак британцы? Кто что хочет. Вот я, например, сегодня на завтрак готовлю поличь. Я не люблю овсянку быстрого приготовления и покупаю цельные хлопья, которые заливаю холодной водой. Ставлю на огонь, довожу до кипения, огонь уменьшаю, немножко соли. Когда хлопья впитают в себя влагу, добавляю молокад. Газ прибавляю, регулярно помешивая, довожу до кипения. Газ добавляю и варю, пока каша не станет гликоридной. На миспроцесс готовлю у меня уходит приблизительно 25-30 минут. Где-то минут за 5 до готовности я добавляю немного сахара. И когда выключу газ, добавлю немного сливочного масла. А потом еще и сделаю сус, на который тоже добавлю сливочное масло. Вот так вот. Что касается традиционного завтрака, то навряд ли все британцы готовят полный набор англесского завтрака у себя дома. Каждый день. Это, скорее всего, холодный брекфас. Когда люди уезжают на каликулы, отпускают, останавливаются гостей в домах. Бет-н-брекфас. Это где предлагают постель и завтрак. И где можно выбрать меню, как континентальное, куда входит сериал, фрукты, кофе, тост. Или же полный английский завтрак. Овсянка готова? Что-то каша, что ли? Овсянка, сэр. Мы идем завтракать. А вам предлагаю историю о завтраке. Завтрак бывает английский, завтрак бывает шотландский. В чем разница? Для этого я предлагаю вам отправиться куда? Ну, конечно же, в шотландский. Мы отправимся на небольшую деревушку. В гостевом доме мы остановимся. Я вас познакомлю с самим домом, с его хозяином и, конечно же, шотландским завтраком. А вы готовьте, пробуйте. И приятного вам аппетита. И приятного просмотра. Путешествуя из Англии в Шотландию, мы направляемся в сторону Эдинбурга. И останавливаемся в 30 милях, не доезжая до шотландской столицы. В деревне под названием Иннелизен. Очень популярное место у туристов для езды на горных велосипедах. Игры в гольф. А река Твит предлагает одни из лучших мест рыбалки в Шотландии. Но мы здесь не для этого. Мы приехали, чтобы провести выходные с родными, живущих неподалеку. И вообще, сделать передышку в текущих делах. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам опять предложили ту же комнату, что нас вполне устраивает Просмотрев меню на завтрак, мы выбрали варианты И заполненные бланки поспешили отнести на ресепшн А также присоединиться к чаепитию Организованной хозяйкой столовой для новых гостей Нам нравится останавливаться в этом гостевом доме Из-за его удачного расположения С прекрасным видом на местные холмы Большим собственным двором Всегда чистой и просторной комнатой Отлично приготовленный завтрак Из многообразного меню И очень гостеприимные хозяева На ужин мы встретились с родственниками в местном пабе Хорошо провели время и вернулись в гостевой дом поздно Утром в определенный час мы спустились в столовую на завтрак Для меня ранний завтрак это как наказание Поэтому накануне я заказала неполный шотландский завтрак А другие предложенные варианты меня тоже не устраивали Так как я не утренний человек О шотландском завтраке и об истории гостевого дома Глинтноу я попросила рассказать хозяина На что он любезно согласился Послушай Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Что значит единая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова The house is about 25 years old. It was originally built as a family home. It wasn't as big as this, so it had four bedrooms and this room that we're in just now is actually just a lounge. Which is an enormous room for somebody's lounge. But it was then sold to a couple who used to run a hotel. But the hotel was too big. So they wanted something a little bit smaller. So they bought the house. It was still four bedrooms. And they turned it into a small guest house. But then they extended it and added three more bedrooms. And that's the size it is now. And then they built the car park and things like that. So the whole thing has grown. But yeah, it's an amazing house. It's really, really beautiful. It's the most gorgeous setting when it's not raining. So we have beautiful views of the hills and the countryside. And we see over the valley. So we really, really, really enjoy living here. It's beautiful. Upstairs is all the guest rooms. So there are six guest rooms upstairs. And our area of the house is downstairs. Upstairs is a very small room. Upstairs is a tiny house. Upstairs is a small house. Upstairs has a small house. У меня 제 생각 Five is a small house. А сейчас мы ездим домой. У меня в гостях хорошо не было. У меня есть в гостях. У меня дома всегда лучше. Даже если озерный край встречает тебя проливным дождём. Welcome to Cambria. После этой кольцевой развязки мы проедем областной центр столицы северо-запада Англии в город Карлайн, от которого останется только час езды до дома. Продолжение следует...